Приветствую вас, давайте мы с вами разберем сейчас ваш вопрос, который вы задаете, и посмотрим, что можно вам на него ответить. Во-первых, наверное, самое первое, что хочется сказать, это то, что смысл жизни у каждого свой. То есть нет такого, что для кого-то смысл жизни один, для кого-то смысл жизни другой, нет такого, что для кого-то для всех людей смысл жизни одинаковый, такого нет. Вот. Смысл жизни у каждого человека свой. Но выделяется смысл жизни далеко не сразу. То есть далеко не сразу люди способны выделить свой смысл жизни, потому что для этого кое-что нужно. Да, для этого кое-что нужно. Для этого нужно, например, допустим, человеку понять, каков его личностный смысл. Это может быть всё, что угодно на самом деле, абсолютно всё, что угодно, начиная от, значит, социальных каких-то обязательств и заканчивая личностными, индивидуальными и прочее. То есть это вот то, что в любом случае требуется выяснить, какой у вас смысл жизни и чего хотите. Лично выяснить, что важно вам. Но, понимаете, какая история. Вот важность, да, важность чего-либо, она определяется исключительно только чувствами. Чувствами. То есть я чувствую, что это важно. Я чувствую, что это ценно. Вот. А у вас как раз есть такая проблема, на мой взгляд, что вы не доверяете своим чувствам вообще. То есть вы просто, значит, значит, не прислушиваете своим чувствам. И, собственно, именно поэтому и возникает, такие проблемы. Поэтому, значит, первая задача, которая стоит на пути к тому, чтобы обрести смысл жизни, это нужно начать чувствовать. Просто, просто чувствовать. Вот. И здесь, соответственно, нужно работать с чувствами. Насколько вы подавляете свои чувства. Как, для чего, почему. Здесь важно понять, почему вы подавляли свои чувства. Стало ли это для вас чем-то вроде источником защиты. Или, может быть, вы всегда так делали. Ну, то есть, например, у вас в семье, допустим, принято так себя вести. У вас в семье принято так поступать. Вот. В первом случае вам нужно просто услышать свои чувства, которые вам говорят, но которые вы подавляли. Вот. Соответственно, возможно, подавляете до сих пор. Вот. Возможно, подавляете до сих пор. Во втором случае, то, что вам нужно сделать, это заново учиться видеть их. Заново учиться чувствовать, потому что, ну, как бы, у вас нет навыков, значит, для работы с чувствами. Здесь я бы рекомендовал почитать книгу Федерико Первого. Практикум по гестальт-терапии для ввода, скажем так, в мир чувств. Вот. И тогда уже с этим можно будет, то есть, вы поднимете, ну, разовьете свой эмоциональный интеллект с помощью его специальных упражнений, которые там даны. Вот. И дальше уже можно будет, в принципе, вам помочь идти дальше. Ну, идти дальше, то бишь, в этом направлении. По направлению к раскрытию своих чувств. Вот. Соответственно, как только вы достаточно научитесь прислушиваться к своим чувствам, вот, то я полагаю, что смысл жизни для вас моментально перестанет быть проблемой. Вот. Вы, конечно, можете мне не верить, вы, конечно, можете сомневаться в том, что я говорю. В данном случае это ваше право, безусловно. Вот. Но и работает это именно так. Так. Работает это именно так. Пока вы свои чувства не идентифицируете, смысл жизни, скорее всего, вы не найдете. Потому что то, что с вами сейчас происходит, можно назвать депрессивным состоянием. Депрессивное состояние всегда подавление спонтанности, естественности, творческого начала в человеке. Вот. И, соответственно, результатом данных аспектов и является то, что у вас нет смысла жизни. Можно, конечно, говорить о когнитивных аспектах, можно говорить о когнитивных аспектах, то есть, о поиске нового смысла. Вот. Но лично мне кажется, что это возможно только тогда, когда вы уже будете достаточно ориентироваться в том, что для вас важно, в том, что для вас ценно, в том, чего вы хотите для себя и так далее. Пока что, это, ну, мне видится это так, что пока, это просто, знаете, такая, возня просто. То есть, я рекомендую вам именно вот в этом направлении двигаться. Ну, значит, почитайте книгу, обязательно сделайте упражнения, которые даны в этой книге, вот, и я думаю, что ситуация для вас станет куда более простой. Ну, я думаю, что более явственно, более явственно проявится запрет на числах, то есть вы будете, вероятнее всего, ощущать неловкость. От того, что проявляете какие-то чувства, вот, вы будете ощущать неловкость, вы будете ощущать стеснение, возможно, вы будете ощущать сомнения в том, правильно ли вы действуете, правильно ли вы поступаете. поступаете, вот, и в данном случае, да, это вот, это оно самое, то, о чем я вам пытаюсь сказать. Таким образом, я надеюсь, понятно, что смысл жизни ни в коем случае не является чем-то самостоятельным. Самостоятельным смысл жизни всегда является производным от эмоциональной составляющей, а эмоциональная составляющая требует бережного-бережного к себе отношения. Если у вас такого отношения в силу ряда причин нет, то вам будет очень-очень тяжело. для себя найти смысл жизни. То есть вы будете изнывать, да, вы будете изнывать от необходимости в нем, но при этом вас не будет ничего радовать и ничего не интересовать. Потому что, ну а, как бы, откуда, да, откуда вас может что-то интересовать, да, если вы себя подавляете. Вот, по сути, то есть было бы странно, да, если бы вам было, было бы интересно что-то, вот, именно с учетом депрессивности вашей, вот, которая у вас есть. Вот так, Вадим, давайте мы на этом закончим, потому что, я думаю, что именно для ответа на вопрос, в принципе, достаточно. Вот, соответственно, если вы готовы работать в этом направлении, то я полагаю, что книгу вы обязательно прочтете, вот, а после уже, выберите себе эксперта и, значит, начнете работу. На когнитивном уровне, да, на уровне того, в чем смысл, ну, на уровне дискуссии, беседы, споров, вы играете в игру. Да, но, потому что, ну, по факту вы хотите, чтобы мы с вами спорили. Вот, вы хотите, чтобы мы, значит, как-то, ну, доказывали вам, что есть определенность на служении. Вот, ну, а вы, соответственно, нам бы доказывали. Вот, и в итоге получается просто спор. Вот. Мне бы спорить, если честно, с вами бы не хотелось, ну, потому что психология, это не спор, это работа. Так что здесь вот такая история. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной вашей ситуации.